здравствуйте вы заведуете а представьтесь пожалуйста почему военная форма без опознавательных знаков у нас нет опознавательных знаков такая военная форма у нас ну знаю какая-то красивая ну какой армия она принадлежит каким вооруженным силам вы не догадывает нет абсолютно мое дело не догадываться мое дело выяснять форма наше дело не говорить ничего почему не отвечать на ваши вопросы а у кого тогда можно уточнить что за вооруженные люди находятся на территории на какой тебе а вы представьтесь кто я представитель прессы какой укрстрим то есть местная украинская да а вы не местные вы украинцы мы мы россияне тогда объясните пожалуйста что здесь вооруженные силы россии делают на территории украины если вы начальник данного подразделения ведем охранение какое чтобы не было террористических актов есть информация о том что теперь будут какая я не могу ответить на ваши вопросы а информация откуда вас же кто-то информирует почему так снимаете уберите камеру подождите не надо это общественное место нам сейчас мы разговаривали с с кем пор там здесь на этой территории мы имеем право вести съемку поэтому пожалуйста вот объясните почему ваши бойцы подходят к нам с автоматами и при этом запрещают нам вести видеосъемку на каком основании снимать украинские законы они знают они находятся здесь общественном месте тут закон крым это территория украины это территория украины абсолютно она входит состав украины ну вот так законы действуют украинские или крымские ну закон украины не запрещают снимать ничего не нарушали так мы же не говорим что вы нарушали нарушаете я сказал что нельзя снимать нас зачем вы снимаете ну почему ходите вопросы какие-то странные задаете почему странный вопрос мне интересно вот меня люди спрашивают что за люди вооруженные ездят какие люди вас спрашивают мои друзья например что вы собираетесь почему у вас столько кого мы стрелять собираемся на кого стрелять не собираемся ну а с какой целью тогда вы здесь находитесь с таким количеством оружия на западной украине террористический акт есть такие лица у вас есть данные по этому которые здесь уже вам попадались я работаю в прессе у меня есть данные я не нашел ни одного террористического акта на западной украине если у вас есть с удовольствием выслушаю эти данные и поеду проверяю если счета в прессе а то что вы сейчас говорить это пустые слова а почему αаса опознавательных знаков и會 откуда потому что у нас форма такая в украинские или а российские российский в российский ажон делать российская военнослужа Suzanne территорию украины потому что не считаете или я у вас спрашиваю ну что делать дайте объяснения своим действуем, самому нахождению здесь, как военная часть, вы должны это делать. Мы не должны, мы не обязаны это делать. Почему вы не обязаны? Вам при помощи. Вы обязаны это сделать? Не обязаны. Ну тогда, наверное, кто-то из нас не знает законов местных, украинских. Ну вас знакомили с украинским законодательством перед тем, как вы заехали на территорию Украины? Знакомы мы с законодательством. Тогда почему идет препятствование журналистской деятельности в общественном месте? Потому что нельзя снимать расположение части. Почему? Должно быть объяснение. На основании какого закона? Это расположение части? Да. Вот это? Современная дисликация. Здесь находится отцепление. Проходят машины. Вы не имеете право туда заходить. А почему на территории части не находятся? Отсюда. Здесь разновременно никуда перенесли. Понимаете? Для охраны порядка здесь. Здесь нарушается порядок? Уже фиксировали у вас случай нарушения порядка? Пока нет. Как долго вы собираетесь здесь находиться? Не обязаны. Подождите, вы защищаете нас от террористов и не обязаны нам ничего говорить? Нет. Может, стоит предупредить население о избежании эксцессов? Собственно, мы рассказываем. Нагоните их в прессу и все. Что вы пристали до людей? Мы же не пристали. Мы общаемся. Какой канал это? Укрстрим. Ну и валите туда. До Бендер, до своих воспитателей. Решайте. Вам есть что сказать? Скажите. Есть, сказать. Сговорите. Люди защищают. Что защищают? Объясните. От Бендера ваших. От каких наших? От тех фашистов. Каких? За подденщины. Они здесь есть? А если бы их не было, они были бы здесь. Что вы смеетесь? Откуда у вас такая информация? А потому что я здесь прожил, знаю уже. Они здесь были вообще хоть раз за вашу жизнь? Они здесь появлялись? Если бы их не было, они были бы здесь. А здесь их не было на протяжении вашей жизни. Они только появились. Бендеры за это время. Вот если бы их не было, вот этих солдат, они были бы здесь. На основании ничего вы так думаете? Потому что немцы, фашисты. Понимаете? Вы, видать, не знаете, кто такие немцы и фашисты? Знаем, что они там делали, творили там что-нибудь. Ну, откуда вы знаете? В войну, я знаю. Потому что знаю, что они творили в войну. Вы же не знаете, что они там делали? Кто они? Немцы, фашисты. За подденщины. Знаю. Упал вот эти вот. Вот этот ярыш о своей шансе. Вы знаете, кто такой Бендер? Знаю. Кто? За подденщины. Ну, кто? Как его зовут хотя бы? Так нахер вам не надо, ваша... Ну, а вы вообще представляете себе, кто это такой? Нет, подождите, а Бендеря? Кто он такой ярыш? Вы знаете? Вы объясните, пожалуйста, вы знаете, что он это все сделал? Вы говорите бандеровцы. Кто такие бандеровцы? Кто такой Бендеря изначально, вы знаете? Это за подденщины, немцы, фашисты. Вот что я знаю. Другого ничего не известно, да? Больше ничего нет. Если их не было, этих ребят, они были бы здесь. Ясно. Спасибо вам за охрану, товарищи. И не пристаньте. Непонятно, правда, от чего? Все нормально, они здесь у нас все нормально. А мы же не пристаем, мы же общаемся. Нормально стоят, все здесь тихо, спокойно. Крым живет, все здесь порядок, все работает. А что там творится? Окей, вы вошли. Съездили, посмотрите. Маратеры там все. Ну, а там что творится? А здесь все нормально у нас? Так и там все нормально. Там? А в этой, все с Крым? Ненормально там. Мы с Крыма, товарищи из Украины. Ну, оттуда. С той шайки. С той шайки. А сейчас они вчера приезжали. Живы все? Не кидаетесь на людей. Что мы будем кидаться на людей? Говорят, нам угрожали уже на поражение. Кто вам угрожал? А вот в Симферополе. Товарищи ваши. Ну, потому что нечего лезть, куда-нибудь. А, ой-ой-ой. Почему не уйдет? Ну, вы сейчас уже можете... Пресса. Пресса, блин. Что не пресса? Пресса. А, ну, пресса. А что вы не знаете? Ничего. Потому что пресса... Пресса... Переворачивай. Все брехню дают. Да что же переворачивай. Вы сейчас в прямом эфире находитесь. А потом будет в эфире другое совсем. Да нет, вы в прямом эфире находитесь. Сказано будет все прочее. Сейчас вы рассказали все, что вы хотите. Вы рассказали прямо, прямой эфир. Что по ним показывают, по каналам, по украинским. И, посмотрите, российские каналы. Что там показывают. А сколько вас здесь человек находится на территории Порта Кирж? Тысяча. Тысяча. Ну, кто тебе такое скажет? Это же люди... А вы кто солдаты? Там по камышам. Я основной майор. Ну, мы просто с человеком общаемся. Ну, вот. Вы не дайте нам пообщаться. А что? Это житель Крыма. Вот он там сказал. Я от сюда житель. От сюда скричи. Скричи. Ну, это, конечно, никто не бежит. Надо смотреть все и делать. Ну, так почему? 140 тысяч уже убежало, как говорят. Ну, надо что-то сделать. Для чего? Так кто из нас перевирает? Одна пресса или вторая? А с какой вы партии? Мы беспартийные. Да не может быть такого. Это у вас партии, а мы независимые. Не может такого быть, чтобы вы были. Так, может, дадите пояснение по поводу беженцев с Украины? Беженцев? Я не знаю. Ну, слышали? Что вы знаете, товарищи? Вы вот сюда сейчас пришли. Слышал, да. Вот здесь бегут сюда вот на пароме беженцы. Бегут? Да, бегут. В большом количестве? В большом количестве. Ночью. Днем не бегут. Вы много проезжаете. Мы их лодками не перевозим. Байдарками? Путаетесь в показаниях. Хорошо, спасибо большое. Мы к вам еще вернемся.